Третий ежегодный детско-юношеский турнир по рукопашному бою прошел в Москве, в Преображенском спортивном православном центре, на территории строящегося храма Преображения Господня в Старом Беляве. Организаторы турнира – это Федерация смешанных единоборств «Золотой Витязь» и Миссионерский центр преподобного Иосифа Володского. Эльвира Гордеева пообщалась с организаторами и участниками соревнований. Спортивный зал Федерации смешанных единоборств «Золотой Витязь» уже три года существует на территории храма преподобного Иосифа Володского. Сегодня в церкви особая служба с участием не только прихожан, но и спортсменов-единоборцев. По окончании богослужения им предстоит сразиться в турнире по рукопашному бою. Слава Богу, что молодежь обращается в церковь, что она приходит в церковь. Слава Богу, что здесь ее встречают верующие православные наставники, тренеры. Здесь принимают их в свои объятия члены нашей общины и наставляют православной вере. Задача организаторов православного клуба единоборств – воспитать ребят сильными духом и физически, которые сумеют защитить, если будет необходимо, свой дом, семью, православную веру и отечество. А наглядных примеров доблестных воинов-христиан, поднимающих дух нации, много. Есть такое ложное убеждение, что православие – это религия слабых людей, неудачников, в лучшем случае пенсионеров. Это не так, потому что все мы знаем пример воинов-мучеников, великомучеников Георгия, Дмитрия Солунского, Феодора Стратилата и, конечно, 40 воинов-каппадокийцев, христиан, 40 севастийских мучеников. Около 10 спортивных клубов из Москвы и Подмосковья собрались в Преображенском духовном центре. Состязания проходили в формате профессиональных поединков «Один бой, одна победа». Обычно весенний турнир клуба «Золотой Витязь» бывает 22 марта и приурочен к Дню памяти 40 севастийских мучеников. В этом году из-за участия спортсменов в различных соревнованиях сроки его проведения перенесли на начало апреля. Ребят готовили к состязанию. Настоящие профессионалы. Постоянно проходят здесь семинары, которые преподают известнейшие спортсмены в нашем мире. Дмитрий Сосновский – это действующий боец UFC. Саша Гладков – чемпион тяжеловесный. Ну и еще многие олимпийские чемпионы приезжают к нам по борьбе. В качестве соорганизатора турнира был славянский форум искусств «Золотой Витязь». Спортсменов приветствовал президент форума Николай Бурляев. Крепка, надежна Русь святая. И русский бог еще велик. Так вот ради русского бога мы здесь все и собрались. С богом, ребята, тренируйтесь, накачивайте мышцы. Но поймите, что это вам понадобится только для того, чтобы встать на защиту своего отечества. Но все же победа не дается легко. Помимо занятий с тренером, в клубе обязательно должна быть самоподготовка. В клубе своя система тренировок. Я дополнительно еще занимаюсь футболом. Там бег, потягиваюсь часто. Отжимания, приседания, физические упражнения всякие. Общая физическая подготовка должна быть хорошей, чтобы выкладываться. К сожалению, команда движения 40-40 была вынуждена почти полностью сняться с участия в турнире. По пути из Волоколамска в Москву сломалась машина, на которой ехали спортсмены клуба. Сегодня только один участник нашей команды добрался до данного соревнования и выступил, победил. Поэтому поздравляем все слава Степанова с победой. Для тех, кто выстоял испытания боем, полагались заслуженные кубки, медали и сладкие призы от спонсора турнира. Но все же самая главная победа для христиан – смирение перед Богом. И об этом в клубе «Золотой Витязь» ребята никогда не забывают. Особенно в дни Великого Поста. Субтитры создавал DimaTorzok